Тема экологии сегодня актуальна как никогда. Работе мусорных полигонов уделяется особое внимание. На сегодняшний день из 40 таких свалок в Подмосковье осталось 15, в том числе и в деревне Собурово. Но в неочередном заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций обсуждали меры противопожарной безопасности на полигоне. Была составлена дорожная карта. Дорожная карта согласована с правительством Московской области, утверждена руководителем экополигона. Но ни одно мероприятие, то, которое должно было выполнено по данной программе, оно не выполнено. Отсутствует ограждение. Первичные средства пожаротушения в неисправном состоянии. Более того, руководство полигона не спешит исправлять нарушения. В том числе выполнять требования инвестиционной программы, которая работает в территории региона, и в результате должна привести к нормативу работы всех полигонов Подмосковья. В рамках этой инвестиционной программы некоторые пункты, такие как ограждение, видеонаблюдение, должны быть уже исполнены декабрь 2017 года. И выехав уже три раза на полигон за эту неделю, конечно, выводы неутешительные. И, соответственно, они даже до 1 февраля это не успели сделать. На заседании присутствовал заместитель генерального директора эксплуатирующей организации, но дать исчерпывающих ответов она так и не смогла. В результате присутствующие решили создать специальную межведомственную комиссию с привлечением различных надзорных структур, правоохранительных органов, руководства полигона и районных властей. Также на заседании рассмотрели вопрос о сносе расселенных домов. Таких в городе Щелково на данный момент пять, на улицах Центральной и Строителей. В данных постройках предпочитают оставаться лица без определенного места жительства. Они постоянно или греются, вот сейчас там в период морозов начинаются поджоги, костры, приготовление там пищи и обогрев осуществляют. Ну и, естественно, будет приводиться, опять же, к гибели людей на этих брошенных объектах. Поскольку снос построек не входит в обременение застройщикам, на заседании комиссии решили изыскать средства на снос аварийных домов в городском и районном бюджетах. Изыскание провести в течение 15 дней. Также необходимо отключить данные дома от ресурсоснабжения. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания, Щелково.